В Красноармейском районе полицейские раскрыли крабеж. В полицию с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что на улице к нему подошел неизвестный мужчина и, ударив его, выхватил сотовый телефон, а затем скрылся. В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 34-летний, неработающий, неоднократно судимый местный житель. Задержанный сознался в содеянном. Похищенный телефон он продал, а деньги потратил на спиртное. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 7 лет лишения свободы. В Волгограде оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии телефонных мошенничеств в отношении пенсионеров. В августе текущего года в полицию поступили несколько заявлений от пожилых жителей города Волгограда и Волжского. Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали деньги, которые пенсионеры передавали курьерам. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к этим преступлениям жителя Саратовской области и двоих жителей Волгоградской области, один из которых несовершеннолетний. Установлено, что именно они выполняли незаконную деятельность по сбору у пенсионеров денег. В большинстве случаев собранные с потерпевших денежные средства подозреваемые оставляли себе. Уже установлена их причастность к совершению шести таких преступлений. Общий ущерб, причиненный пенсионерам, составляет почти полтора миллиона рублей. Задержанные находятся под стражей. Очередные факты мошенничества зарегистрированы на территории города Волгограда. Работник завода из Советского района лишился полутора миллионов рублей, поверив звонившему мужчине, который представился ему сотрудником банка и предложил перевести деньги на так называемый безопасный счет, чтобы избежать несанкционированного списания. Волгоградец незамедлительно перевел деньги на номера счетов, которые ему в телефонном разговоре продиктовал словомышленник. Уважаемые граждане, чтобы не стать жертвой мошенников, помните простые правила. Не сообщайте незнакомым реквизиты своих карт. Не впадайте в панику от услышанного. Не переводите неизвестным свои сбережения.